О том, что происходит в Украине и мире, расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости Украины. Здравствуйте. Европейский Союз возобновит свободный въезд для украинцев. Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень стран, для которых следует снять ограничения на въезд. По его словам, официально список обнародуют завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем. Это решение уже поприветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и подчеркнул, открывать ли границы для украинцев будет решать каждая страна ЕС отдельно. На повышение пенсии военным и полицейским выделили 5 миллиардов 300 миллионов гривен. Такое постановление принял сегодня Кабинет министров. Для участников боевых действий минимальную пенсию увеличат до 3893 гривен. С 1 июля этого года военные в отставке и полицейские будут получать также ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен. Сейчас минимальная пенсия военнослужащего от 2000 до 2700 гривен. Развитие энергетической сферы в Украине. Украинские представители вместе с международными партнерами обсуждают энергетическую независимость и трансформацию угольных регионов. Коснулись и Северного потока-2. На энергетическом форуме работает и наш корреспондент Влада Цуркан. Она уже на прямой связи со студией. Влада, расскажи, что говорят о Северном потоке-2. Дарья, по словам советницы министра Украины энергетики Ланы Зеркалья, Россия превратила поставку газа в инструмент манипуляции европейскими странами. Сейчас в Европе уже обнаружены минимальные запасы газа и высокие цены на него, что является дополнительным рычагом манипуляций России для того, чтобы Европа предоставила разрешение на функционирование Северного потока-2 без надлежащего законодательства. В свою очередь, по поводу Северного потока-2 высказался и заместитель помощника госсекретаря США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты уже вводили санкции против России фигурантов Северного потока-2 и готовы продолжать эти санкции, если Россия будет и дальше давить на Украину, либо европейские страны. Давайте послушаем подробнее. Все базируется на факторе монопольного положения «Газпрома» на поставку газа трубопроводным транспортом, и только это позволяет России диктовать условия. Даже запуск Северного потока-2, если он не будет предметом регулирования третьего энергопакета, не позволит полностью без украинского маршрута удовлетворить спрос в Европейском Союзе. США считают, что Россия не должна использовать источники энергии как оружие против Украины, против таких стран, как Польша, стран Балтии, а также подрывать энергетическую безопасность не только Украины, а и всего Европейского Союза. Поэтому это вызов для всех. Сейчас на форуме объявлен небольшой перерыв. За это время уже успели обсудить множество тем, такие как интеграция с европейскими электросетями, развитие зеленой энергетики и также трансформация в угольных регионах. Уже запустили пилотные проекты в Червонограде и Мирнограде. Для этого активно сотрудничают с Мировым банком. Дарья. Влада, спасибо. На Международном энергетическом форуме обсуждают модернизацию украинской энергетики. Перезапуск судебной системы. Верховная Рада во втором чтении приняла два законопроекта об избрании членов и контроле работы Высшего Совета Правосудия. Как и в ситуации с реформой Высшей Квалификационной Комиссии Судей, ключевую роль в обеспечении прозрачной работы органа отвели международным организациям. Проверять членов Высшего Совета Правосудия на добропорядочность будет новосозданный этический совет. Первый этический совет, сформированный при участии международных экспертов, будет работать также шесть лет, а не три, как это было предложено комитетом. То есть это соответствует также одной из рекомендаций Венецианской комиссии. После этого все же Верховная Рада решила поддержать, чтобы и первый состав нашего этического совета при участии международных партнеров также работал в течение шести лет. Закон о коренных народах открывает новые горизонты на пути деоккупации Крыма. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейдхалилев в программе «На самом деле» на нашем канале. Кроме того, в рамках нового закона министерство сейчас разрабатывает стратегию развития крымско-татарского языка на основе латиницы. И это, по словам чиновника, даст импульс глобальной интеграции со всем тюркоязычным миром. Агрессор со своей стороны ограничен своими, скажем, в данном контексте имперскими подходами к этому, потому что мы знаем, что все языки развиваются только на основе кириллицы. Поэтому в данном контексте Украина, принимая сам закон и идя по треку развития языка, в частности на основе латиницы, создает абсолютно новый импульс в плане лидерства как государства, которое является в широком контексте политической нации и включает очень много этносов и народов. В Украине начался прием электронных заявок в ВУЗы. Документы можно подавать до 23 июля включительно. На госпредприятии «Инфоресурс» предупреждают из-за ажиотажа сегодня возможны перебои в электронной системе. В этом году можно подавать не более пяти заявлений на бюджет и до 30 на контракт. Почти 95% украинских военных, которые проходят службу в зоне операции объединенных сил, привились от COVID-19. При этом две дозы получили уже 70% личного состава, сообщили в штабе. Ежедневно только в оперативно-тактической группе «Север» прививают по 400 человек. Всего развернули 7 медицинских бригад, иммунизируют бойцов вакцинами «Ковишилд» и «Коронавак». Наш контингент, который приехал в зону проведения операции объединенных сил, полностью вакцинирован. Осталось буквально 8 человек на ревакцинацию. Побочных явлений таких тяжелых не было. Были слабость, недомогание, но буквально за сутки это проходило. Уже в 111 странах зафиксировали агрессивный штамп коронавируса «Дельта». По данным Всемирной организации здравоохранения, в частности, его выявили в Великобритании, Германии, России, Испании, Турции, Франции, Индонезии, Японии, Израиле и ряде других государств. Напомню, впервые «Дельта» штамп обнаружили в октябре прошлого года в Индии. Около 30 землетрясений произошло на Тайване за 5 часов. Информации о пострадавших или погибших пока нет. Однако в некоторых районах города Хуаляне в результате стихийного бедствия повреждены дома. Также пошли трещины в асфальте на горных дорогах. Тайвань расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии. Десять штатов в США охватили масштабные лесные пожары из-за аномально высокой температуры воздуха. Деревья возгорают мгновенно. Пламя сразу же перебрасывается на населенные пункты. Тысячи людей эвакуируют из опасных зон. Им предоставляют временные убежища. Я представления не имею, что теперь буду делать. У меня совсем нет денег, чтобы купить новый дом. У меня была страховка, но я не знаю, насколько мне возместят ущерб. Папу римского Франциска выписали из больницы. Понтифик, которому 84 года, был госпитализирован для проведения плановой хирургической операции на кишечнике в Риме 10 дней назад. Несмотря на реабилитационный период, в минувшее воскресенье он провел традиционную молитву, благословив собравшихся из окна больницы. По возвращению в Ватикан, Франциск вышел из автомобиля, чтобы поприветствовать сотрудников полиции, которые сопровождали его из клиники. Выпить кофе в четырелапой компании. В мире все более популярными становятся Кота-кафе. Там можно не только расслабиться, перекусить, но и обзавестись домашним любимцем. Как это происходит в Бразилии, смотрите далее. Это кафе расположено в центре Рио-де-Жанейро. Здесь можно выпить лата силуэтами домашних животных и полакомиться печеньем в форме лап. Но это не главная особенность заведения. Если вы давно мечтали о питомце, здесь можно забрать усатого прямо домой. Кафе сотрудничает с организацией, которая занимается спасением бездомных кошек. Здесь царит особая атмосфера. Во-первых, кошки обладают невероятной энергией. Во-вторых, они отдают вдвойне все, что получают. К нам приезжают даже из других штатов. Сколько раз я слышала от людей, что они не любят кошек, но пообщавшись с ними, больше без них не могут. В Бразилии более 10 миллионов бездомных кошек. К сожалению, из-за финансовых трудностей у местного населения, вызванных пандемией, котов на улице становится все больше. В мире есть и другие кошачьи кафе, но здесь мы сосредоточены на благополучии наших питомцев и их дальнейшем устройстве. Заведение открылось всего год назад, однако успела полюбиться многим. В окружении всех этих кошек я ощущаю себя как в раю. Я влюблена в них. Такое ощущение, что я попала в сон полный котят. Я влюблена. Не хочу уходить. Хочу просто остаться здесь и обнимать кошек. Кошачьи кафе пришли из Азии. Первое открылось в Тайване более 20 лет назад. Многие не могут позволить себе содержать домашних питомцев. И только в Котокафе им удается проводить время с любимыми животными. Ксения Бугай, Новости Украины. Украинская легкоатлетка Марина Бехраманчук завоевала золото на этапе бриллиантовой лиги по прыжкам в длину. Она показала результат 6 метров 77 сантиметров. Всего 2 сантиметра не дали ей побить рекорд сезона. Для спортсменки это третья награда бриллиантовой лиги в этом сезоне. Также на ее счету бронза на этапах во Флоренции и Стокгольме. Мы готовим для вас следующий выпуск новостей. Наш канал есть в YouTube, Facebook, Instagram и Telegram. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И огромное спасибо, что смотрите.